Сложно как-то было сопротивляться второй раз, но при этом такое как-то вот прям лень вставать. И никаких сил нету. Ну, блин, это вообще не мои проблемы. Почему я должна тут такой какой-то вот... Очень хочется придумать какую-то отговорку, но даже придумывать лень при всем при этом. Да, я представляю, когда еще спать хочется при этом. Не только пригрелась, а когда уже вообще уже кемаришь, уже куда-то вылезать. Особенно того, что кто-то другой что-то забыл. Так хочется сказать, это не моя ответственность вообще. Ничего не хочу решать. Знаешь, как-то хочется вот как раз побыть такой, наверное, в позиции ребенка. Да. А вот эту какую-то взрослую ответственность, коробочку с ответственностью отдать ребенку и пускай там сама решают, что делать со зубами. Ну, или даже не что делать с зубами, а как справиться с этими страхами и вообще. Какой-то прям диалог двух детей, да, у нас второй получился. Мне кажется, такое периодически бывает, когда мама прям сваливается в детскую позицию. И здесь как бы это не то, что это плохо, просто это, ну, на мой взгляд, это полезно замечать. Да, правда. Это полезно замечать, точно. И может быть, в такие моменты как-то пробовать давать себе эмпатию, признать самой себе, что сейчас так не хочется вылезать из этой кровати, так тепло здесь, так уютно, и так досадно, что что-то забыли. Да, да, я тебе тоже такое замечаю. Кстати, вот ситуации с кроватью, правда, там не про страхи, когда ребенок, например, что-то мы забыли взять в кровать, например, книгу, которую собираюсь читать. Вот я говорю, сходи за книгой. Она такая, ты ближе к краю лежишь. Я говорю, я легла просто, я легла первая, тебе иди. Ну, это бывает даже весело. Но, наверное, действительно важно замечать, в какой ты позиции сейчас. А в первом случае как тебе было? Легко ли было? В первом случае я была как-то удивлена, что мы очень легко договорились. При этом у меня было немножко такое опасение, а что предложить? То есть как будто бы ситуация безвыходная, но при этом вот то, что мне помогает часто в жизни, я просто перехожу в такое самовыражение, то есть я говорю про себя, вот у меня вот так вот. Сначала была эмпатия, я там попробовала услышать вот эти вот страхи, как-то их подтвердить, что это есть, что я принимаю всерьез эти страхи. То есть можно же было сказать, да ну какие там, не знаю, насекомые в коридоре, зима на дворе. Все спят уже, насекомые до весны. Ну, то есть, да, если ребенок чего-то боится, окей, это его право чего-то бояться. Даже если мама там не верит в существование всяких барабашек, ребенок может в это верить. Вот. И второе, это как бы сказать про себя, про свои там чувства и про свои какие-то желания, потребности. И удивительно нашлось решение. Да, то есть как-то вот. И ты как ребенок что-то предложила, и мне захотелось, я услышала в этом какие-то нотки игры, и вот у меня, ну, вот, видимо, вот эта энергия этой потребности в игре, она у меня как бы помогла, да, перевесила, что ли, нежелание. Да. Вот. Ну, я в этот раз как-то особенно ощутила все-таки, что это игровая ситуация, потому что на самом деле никто из нас сейчас не хотел спать настолько, чтобы, ну, было в лом включаться в какую-то игру. И второе, все-таки мне изнутри не было так страшно, как может быть страшно ребенку. И поэтому все равно мы учитываем, что это все-таки, ну, такая у нас расстановочка. Но что-то отсюда можно, я думаю, извлечь. И для меня самое полезное именно такое, что замечать за собой, когда меня выносят в детскую какую-то роль, и не корить себя за это, что кто здесь взрослый, почему я так себя веду, а именно обнимать эту свою детскую часть, которая тоже может быть какой-то уставшей, и может быть неохота. Вот, это так понятно. Так что... Я как раз беру вот эту вот часть про игру, про то, что не нужно бороться со страхом, а можно найти какую-то другую потребность, которую подпитать, и за счет этого разрешить ситуацию. Да, да, и с детьми игра, это хороший вариант. Так, ну, как будто бы мы разобрали, да, есть ощущение какой-то завершенности. Всем спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то идеи своих ситуаций, которые мы могли бы разобрать, пишите, комментируйте, мы будем очень рады почитать. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.